Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу парфюм, о котором я год или чуть даже больше года снимала обзор. Это у нас Portrait Lady от Frederic Malle. Я снимала и сравнивала его с Diptyco Capital. Я говорила в том видео, что Portrait Lady для меня очень сложный, что я немножко боюсь его, что возможно никогда не куплю, а возможно когда-нибудь куплю. И все-таки, когда мой пробник маленький закончился, я поняла, что я готова смириться со всеми этими сложностями и купила себе флакон. Вот как это все выглядит. Это очень многогранная история на самом деле. Смотрите, как коробка вообще в целом выглядит. Она очень красивая. Сзади есть история про парфюмера. Это Dominic Rappion. Аромат был выпущен в 2010 году. И здесь всю информацию вы можете прочитать. Потом снимается вот эта красная часть. И здесь у нас флакон. В таком красивом варианте упаковки. Вот так вот лежит Portrait Lady. Я купила себе 100 миллилитров. Заказала в Ривгош. Это было давно. Очень было выгодно именно купить 100 миллилитров, потому что 50 миллилитров и 100. Между ними была разница где-то 7-8 тысяч рублей. Я подумала, что выгодно взять большой объем, поскольку я занимаюсь распивами. И те, кто интересуется распивами, кстати, переходите в мой телеграм-канал, подпишитесь там и следите. Этот аромат тоже участвует в распивах, потому что его очень много для меня. Portrait Lady это та история, которая очень сложная. Очень такой аристократичный парфюм. Очень многогранный. Он очень красиво раскрывается, кстати, в летний период. Почему я его показываю именно сейчас? Потому что и в холода я его ношу, но именно летом больше здесь появляется граней. Я вам сейчас зачитаю пирамиду, но это аромат-загадка. Здесь, если сориентироваться только на пирамиду, вы, возможно, ошибетесь, будете искать что-то одно, а получите что-то другое, потому что этот аромат, это просто волшебные грани. Он может вас и разочаровать, может вас и влюблять в себя. Но если вы влюбитесь в этот парфюм, вы будете готовы смириться со всеми сложностями, с которыми смирилась я, но в итоге потратила много денег и купила его себе в коллекцию. Здесь у нас верхние ноты роза, гвоздика, малина, черная смородина и корица. Средние ноты это пачули, ладан и сандал. Потом базовые ноты мускус, бензоин и амбра. Это восточно-пряный цветочный парфюм, в котором есть очень много граней розы. И я здесь слышу эту розу, она очень красиво обрамлена малиной и черной смородиной. Здесь иногда выскакивает вот эта нота корицы, и здесь есть очень красивые пачули и ладан, которые аромату дает иногда дымность, иногда побеждают пачули, чувствуете какие-то шоколадные пачули с розой. Аромат очень теплый и в то же время очень холодный. То есть это про сложную женщину, про женщину, которая знает себе цену, про женщину, которая расправляет свои плечи, когда одевает этот парфюм и просто знает, что ей надо, и идет покорять этот мир со своими знаниями. Это парфюм не на каждый день, мне кажется, и этот парфюм не на каждого человека. Мне кажется, надо обязательно созреть с этим парфюмом, потому что действительно он такой глубокий, он очень глубокий, у него такое глубокое дно, надо к нему подбираться, по чуть-чуть, потихонечку. Я не могу этот парфюм носить каждый день. Я пару дней его разношу, потом мне надо от него долгое время остановиться и отдохнуть. То есть он такой атмосферный, к нему надо прийти, в него надо влюбляться, и к нему надо делать такие маленькие подходы. Знаете, шаг вперед, два назад, и вот тогда вы поймете все грани, всю красоту этого парфюма. Но если вы, конечно, нанесете его и сразу испугаетесь, тогда вы не откроете для себя всю эту глубину этого парфюма, потому что у меня было несколько раз, и даже вот недавно так же я его нанесла на кожу, пошла на работу и такая думаю, боже мой, ну какой же он сложный. Потом проходит 2-3 часа, я набираю со стороны комплименты и сама тоже думаю, господи, как же он красиво раскрылся. Вот настолько это аромат загадка, это один из тех таких волшебных парфюмов у бренда, который раскрывается всегда по-разному, постоянно вас удивляет, постоянно вас, вот знаете, держит вот в таком состоянии интриги. Вы не знаете никогда, что от него ожидать. И вот это вот зацепило меня в этом парфюме. Летний период в нем больше. Мне нравится, что вот в раскрытии появляется какая-то мягкость, и вот эти ягодные малиновые ноты я больше слышу, а вот зимой он более колкий, он более такой, как будто берет вас, и вы уже находитесь в плену. Вот аромат, и вы пленница этого парфюма, а летом он смягчается. Но этот аромат подходит, мне кажется, такой женщине, которая, знаете, работает в офисе, носит белые рубашки, вся такая строгая. Вот она зашла, и все замерли. Или же эта женщина, которая уже в таком возрасте, она добилась всего, она вот это одевает этот парфюм, и подчеркивает свое состояние и души, и тела, и просто статуса, то, что она обеспечена, она знает, что она хочет, и куда она двигается. Вот это такой, мне кажется, очень характерный аромат. Когда я говорю многогранный, я имею в виду именно то, что в нем все эти грани, достижения чего-то. Вот, мне кажется, этот аромат никогда не подойдет подростку, который только-только делает шаги, чтобы поступить в университет, чего-то добиться, вот реально не подойдет. Этот аромат, мне кажется, должны носить женщины 25 и выше, которые уже либо где-то учатся, где-то работают, стажируются, и люди, которые уже работают и заняли какое-то место в обществе, и двигаются еще вперед и вперед. Если у вас есть портрет леди, я очень буду рада, если вы напишите свои комментарии, поделитесь своим мнением, что вы чувствуете, когда носите этот парфюм, что он вытворяет с вами, потому что это всегда очень разные грани, это всегда очень разные эмоции, это так захватывает, это так интересно, именно вот игра с этим парфюмом, это супер волшебно, это супер интересно, и я очень рада, что он у меня есть. На этом я этот обзор завершаю, всем пока, до новых встреч!